Привет, дорогие мои! Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике НТ-Хоррор мы посмотрим довольно-таки необычную вещь под названием Inflicted, то есть как-то наложенный, нанесенный, скорее нанесенный, да? В общем, это достаточно интересный хоррор, про который мне неоднократно уже говорили, разнообразные люди. В чем суть? Это игра с видом сверху, такая в ретро-стилистике, как вы видите, например, вот по этой картинке. Все такое пикселявое, сделанное именно с закосом под те времена, когда все люди играли на 386-х, на 486-х. Игрушки были вот с такой вот графикой. И мне, надо сказать, такая стилистика очень нравится, как вы знаете, поэтому давайте посмотрим. Вроде как, должна быть интересна. Так, игра. Выпускайся. Так, F6, пик сейв. Это пока что демка, полная версия не вышла, но давайте посмотрим. Возможно, игру стоит взять на карандаш. Вейн, выключи. Выруби вентиль. Вейн, я не шучу. Выруби вентиль. Выруби нахрен эту штуку. Это мы, я так понимаю. Нахрен. Это ему приснилось, похоже. Знаете, что больше всего графически напоминает? Так. Опа-па. Графически напоминает первую, вторую GTA. Так. Где мы находимся? Мы находимся в своей постели. А, понятно. Мышкой мы управляем. В какую сторону смотреть, да? Так. Что у нас есть? Давайте сходим сюда. Здесь у нас коридор. Это, похоже, какой-то жилой дом, что ли. А здесь у нас туалет, я так понимаю. Или переодевалка какая-нибудь. Эй. Где я? Пусто? Пусто. Очень хорошо сделана вот эта вот именно система обзора. Я такие вещи обожаю. Эта комната тоже пуста? Ну, видимо, да. Что-то ты у нас капитанишь, дружок. Я могу что-нибудь? Телевизор. А, понятно. Навоишь мышку. Тихо. Чего ты испугался-то? Боишься темноты? Ну, в принципе, это понятно. В таких вещах я бы тоже боялся. Где все? Пусто. Что-то было там такое. А, здесь? Так, понятно. Тут у нас какие-то аварийные инструкции. Всегда связывайся с персоналом заведения. Слушай все объявления. В случае отключения электричества, запасные генераторы автоматически восстанут энергию в минуты. В случае пожара, двигайся в комнату, которая не подвержена возгоранию. Следуй инструкциям персонала. Ладно. Так. Хорошо. Как мне выйти теперь? Так. Медикам. Есть кому нужны мед... Тихо-тихо. Это что такое? Эу. Как-то странно это все работает. Если ты медик и можешь оказать посильную помощь, пожалуйста, расскажи об этом персоналу. Эвакуация. Следуем инструкциям по эвакуации. Проигрываем через... Короче, через объявление. Так, ну ладно. Что-то все странно, да? И чем-то даже напоминает... Мы же тут на графику упора не делаем. Блин, мне фонарик нужен. Чем-то напоминает даже Пенумру. Вторую причем. Какая-то непонятная лаборатория. Мы очнулись в непонятном месте. Hello? Anybody? Пусто. Ой, как тут темно. Наш персонаж уже страшнее становится. Давайте маленько придем в себя. Успокойся. Успокойся, дружок. Все хорошо. Слишком дарко. Мне нужен фонарик или что-то. Наподобие. Так, ну давайте поищем. Раз такое дело. Я бы тоже от фонарика не отказался. Это у нас столы, похоже, да, такие? Где же у нас может быть фонарик? Дайте мне, пожалуйста. Да, помещение заброшено. Это что, может переодевалка что-то? Мне кажется, это все-таки переодевалка. Два шкафа. Интересно, что же здесь произошло? Так, пусто. Сейчас у нашего героя опять приступы к панике будут неконтролируемые, похоже. Так, он умеет спринтовать, нет? Вроде на шифт не умеет. Так, ну ладно. Где же мне взять фонарик? Сюда не хочет. Я не совсем понял, правда, как это работает. Давай, Аджина. Блин, мне кажется, что-то здесь нужно с телевизором делать, потому что это одна из таких функций. Блин, теперь уже не нажимается. Так, где ты можешь быть? У нас не так много комнат, давайте посмотрим, попробуем. Пока что что-то не понимаю, честно говоря. У нас есть какой-нибудь инвентарь, я не знаю, там. Так, чем же мне, чем же мне тебя осветить? Алло. Вот это вот что такое? А, это стульчик. А, вот, смотри. Фонарик. И что еще? Батарейка кончается, нет? Ага, во как, отлично. Что-то я прощелкал эту дверь. Так. Еще и одни инструкции. Так, ну тут то же самое, да? Понятно. Банка болеутоляющих. Прям как Макс Пейну. Шо? Где все? Что происходит в этом комплексе? Или что это такое? Это была месса какая-то, похоже. Огромный... Проход. Прям шлюз какой-то. Слишком много стекла на полу. Мне нужно найти какие-нибудь... Какую-нибудь обувь. Ладно, будем искать. Опа-па. Эй, ты в порядке? Он мертв. Офигенно. Повезло. Повезло нашему братью. По полной программе, как обычно. Так, я туда к нему пройти не могу. Он, похоже, в лифтовой шахте застрял. О, большие помещения. А там у нас окна, похоже, да? Или какие-то запечатанные двери. Так, и как же мне сюда попасть? Ох ты, твою мать. Это что же творится-то такое, а? Какие-то... Прости, дружок. Но я думаю, что мне это больше нужно, чем тебе. Так, теперь у нас... Есть штаны. Но штаны-то маленькие не то, я так понимаю. А, все, теперь я оделся. Отлично. И теперь я вот так бегаю. Это все то же самое. Что у нас на компьютере, может быть? Так, доклады об автопсии. Дэвид Фритц, Мэри Осмонд. Дата повреждена. Так, дата, когда все это проводилось. 88-й год. Дата рождения, 52-й, дата смерти, 88-й. Это значит, сейчас происходит? Так. После того, как мы сняли с него одежду, темно-красные точки на груди были найдены. Были взяты образцы, и после, на лабораторию для дальнейшего изучения, больше ничего интересного на теле не было обнаружено. Так, отправили на токсикологический анализ. Время смерти. Между пятью и семью. Причина смерти. Асфиксия. Похоже, он захлебнулся, что ли, чем-то. Так, ну ладно. Видите, да, что-то во всем этом определенно есть. Как я уже неоднократно говорил, не графика единой. Так, побегли. Стаймена быстро кончается. Ну, не так быстро, как, конечно, в каком-нибудь Слендере. Так, и что? Эй, фонарик-то что? Еще спальные. Так, бутылочка. Боли тарящих. Возьмем. Хорошо. Главное, чтобы фонарик не отказывал. Что же здесь произошло? Меня уже зацепила эта тайна. Мне охота выяснить. К сожалению, это не полная версия. Что, что-то все стекло побитое. Здесь что-то происходило, похоже. Так, боль выталяющая. Здесь баррикады кто-то. Вообще, есть ощущение, что мы имеем дело с еще одной игрой про зомби. Это же так свежо. Так, это какая из них наверх, какая вниз? Так. Так, куда-то перебрались. Офигеть. Полная темень. Что это тут? Плохо. Кто со светом играет? Эу. Записка от уборщика. Давайте посмотрим. Это обещает быть интересным. Так, у нас стекло, что ли? Это что? Отвертка? Это не очень-то похоже на оружие, но я надеюсь, что я смогу им пырнуть кого-нибудь. Кровожадный. Так. Мануал по дверям безопасности. В случае остановки двигателя, ваша Biochem Company Brand Hydraulic дверь может быть открыта вручную с помощью использования вентиля, который идет в комплекте с продуктом. Просто вставьте его и поверните. Так, понятно. Мы его взяли только что. Это похоже, запоры какие-то, что ли. Какой-то склад, похоже. О, биологическая угроза. Супер! Надо уходить. Надо уходить отсюда. Это что, изолента? Тоже пригодится. Почему она у меня больше не появляется наверху? То, что мною взято. Как там? Ага, вот так вот. Хорошо. Ну-ка. Что произошло? Ты можешь использовать вещи, предметы на вещах, ставя рядом с ними и дважды кликая на предметы в инвентаре. А, ну вот. Ну и что? Я могу теперь пролезть. Сказал. Ой. Мне чуть не прищемило эту дверь, или мне показалось? Так, ключ карты. Отлично. Тут стекло кругом похоже. Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте топливные... Чё-то, чё-то. Короче говоря, он что-то там замотал топливное изолентой, не уверен, как долго оно продержится. Сейчас пока что вроде... Сейчас, говорит, если посмотреть, то всё разваливается на части. Просто, говорит, возьмите эти вещи со склада и почините. Хватит какой-то другой ерундой заниматься. Скоро нам новые запчасти приедут. Я не потеряю свою работу, потому что один из вас, идиотов, всё просрал. Хорошо. Так, топливная линия. Я так понимаю... Надеюсь, будет держаться. Нормально, нет? Окей. Подожди. Не совсем понимаю. Это какое-то... Понятно. Видимо, это не доработано ещё в игре. Ещё не сделано, да? Так, что ещё мы тут имеем? Допустим. Вот так вот. Что у нас здесь? Чей-то офис. Ладно. Выходим отсюда. Не знаю, куда идти. Хоть одного врага мы уже встретим, нет, сегодня? Или как? Вообще, нам нужно, я думаю, вот сюда сейчас. Нет? Вот нють. А, вот. А, вот. Не работает ничего. Блин, похоже, мне как-то тут нужно запустить движок. Блин, давайте сюда сходим. Нет, здесь уже тупик. Ну, короче говоря, давайте на этом закончим такую небольшую демонстрацию. Я не знаю, когда полная версия выйдет, я бы даже, наверное, может, из-за летсплеила её. Потому что как-то проникся, во всём этом что-то есть. Именно вот в плане сюжета атмосфера, она достаточно необычная. И кроме того, я обожаю такие вот именно технические решения. То есть, с одной стороны, простые и незамысловатые. А у нас, с другой стороны, на мой взгляд, это всё достаточно круто. Так что, если кто знает, когда выходит полная, пожалуйста... Ну-ка. Во, заработало. И вот теперь у нас вот эти лифты заработали. Понятно. Погали. Короче говоря, отписывайтесь мне в личку. Кто-то говорит, что я личку не читаю. Я читаю личку. Если у кого-то есть ссылка на полную версию игры, пожалуйста, дайте мне знать. Потому что я с удовольствием взялся бы за это прохождение. Мне оно интересно. Не какой-то вот именно такой пенумбровский дух в этом во всём присутствует. Так, ну и куда мы попали в итоге? О-о-о. Тут всё плохо. О-о-о. Тут всё тоже не очень хорошо, да? Так, ну в общем, давайте-то на этом прекращать, на самом деле. Увидимся в других инди-хоррорах. Надеюсь, вам понравилась такая небольшая демонстрация. Пишите вообще в комментариях о том, что вы думаете по поводу этой игры. Она такая достаточно тягомотная, но при этом как-то что-то во всём этом, согласитесь, есть. На мой взгляд, игра достойна внимания. Но, конечно же, опять же, вещь, как и всё в этом мире, далеко не для всех. Так, давайте куда-нибудь просто пройдём до упора. Осмотримся. Не, ну тут разбираться ещё несколько часов, я так понимаю, если за неё плотно браться. То есть даже демо-версия сама по себе достаточно такая объёмная. Но, тем не менее, мне понравилось. Надо отметить. Так, что это такое? Благодарящее. В общем, давайте на этом завершим. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»